Мороз гейминг! На данном канале вас ожидают интересные игровые ролики по самым различным играм, от классических старых проектов до полноценных хорроров, не исключая и VR игры, а также регулярные стримы по World of Warcraft, на которых автор общается со своими зрителями. Море позитива и юмора гарантировано, ссылка на его канал будет в описании. Здравствуйте, дамы и господа, и сегодня, неожиданно, мы с вами вновь возвращаемся к модификации Call of Duty Modern Warfare в GTA San Andreas. На канале уже выходило два ролика по данному моду, осталось выпустить последний, и, конечно же, он выходит уже под конец года, несмотря на то, что началось это все дело в начале. Ну, как бы, почему бы и нет, закрываем долги, заканчиваем год успешно. Так вот, сегодня мы с вами посмотрим на последние две миссии с данной модификацией, миссию под названием «В командном пункте» и миссия «Игра окончена». Напомню, для тех, кто не смотрел предыдущие части, мод переносит пролог и третий акт из оригинальной Modern Warfare 1 2007 года. Ну что ж, заранее благодарю вас за ваши лайки, давайте попробуем набрать на этой серии 2000 пальцев вверх, я думаю, для нас это будет несложно, и не забывайте подписываться на канал, если вы тут впервые, видеоролики выходят ежедневно. Итак, в командном пункте мы начинаем. Итак, играем за нашего любимого соупа Мактавиша. Давайте для начала посмотрим брифинг, он здесь присутствует. Итак, Капитан Прайс говорит, Газ, ты отвлечешь охрану, соуп, ты пойдешь другим путем. Здесь используются реплики из также оригинальной части, а мы с Гриксом тоже пойдем другим путем. Окей, это уже очень хорошо. После встретимся по дороге в центр управления. В общем, в качестве центра управления здесь используется, в качестве командного пункта даже используется зона 69. И вот у нас соуп Мактавиш, напомню, вот так вот он выглядит в этом моде. Внимание, тревога обнаружены посторонне. Итак, присутствует с гулдшифтем все, что у нас здесь имеется. И, кстати, специально для этого мода я поставил себе... Блин, это выглядит очень криво, но это мод от первого лица, в общем. Но, ладно, маленько с ним поиграем. Хотя бы пару минуток нужно осилить. Что, я зря мод, что ли, ставил или как? Так, забираем какое-нибудь оружие. Вот коллаж заберем пока. Так, и куда нам нужно? Нам нужно сюда. Да, да, вначале, как вы помните, мы лазим по вентиляционным этим шахтам. Так, и у нас уже тут противники появляются. Спокойно. Перекат делаем. Блин, он так странно здесь выглядит, конечно. Добиваем этого. Здесь еще находится в командном пункте один щел. Это уже обычные какие-то военные здесь используются. И мне не нравится чувствительность пыши, на самом деле, с этим модом. Ну да ладно. В общем, продолжаем действовать. В общем, напомню, что перед этой миссией ракеты вылетели с шахты, направляются в сторону восточного побережья. И нам нужно добраться до самого командного пункта и ввести коды для того, чтобы ракеты сдетонировали в воздухе. Самоподорвались, что-то в этом роде. Так, ладно, мы добрались до этой точки. Давайте я все-таки мод выключу, иначе я не знаю, с ума сойду. Нужен ключ. Отлично. Нужен ключ. Не помню насчет этого, но где я его могу найти? Такой вопрос. Так, у нас там еще солдаты появились. А может они просто подойдут сюда самостоятельно и не придется никаких ключей искать? Просто где он тут может быть? Вопрос очень интересный. Давайте попробуем сходить сюда. Кстати, здесь, наверное, все закрыто будет. Нет, смотри, у нас тут командный пункт до сих пор продолжается. В общем, не канонный маленький момент. Но да ладно, во всяком случае, модельки заменены. Уже хорошо. Надеюсь, этот капитан Прайс будет здесь, поскольку у нас еще будет финальная миссия. С убийством имурана Захаева, как мы помним. Так, здесь у нас что? Здесь еще подкрепление противника. Блин, у них эти боевые дробовики. Нельзя давать им стрелять с них. Плюсом здесь нет вообще хп-шек. И здесь, кстати, все кончилось, да. О, наконец-то. Оно, кстати, само по себе почему-то открылось. Я не знаю, где этот ключ был, но когда я подошел к двери, все само по себе открылось. Ладно. Неважно, может, я его реально, конечно, где-то взял. Так, подожди, не стреляй. У меня, кстати, хп очень мало осталось. Умирай. Спасибо. Здесь аптечек вообще, походу, не будет в этом моде, поэтому можно будет спокойно отлететь даже. Поэтому хардкорность тоже основополагающая модификацией. Как-никак. Надо стрелять им в тело, чтобы хоть маленько им анимацию сбивать. Так, нужно подойти на маркер. Давай. Нужен еще один ключ. Так, какой ключ? Блин. Я... Почему я тут должен ключи искать в этой модификации постоянно? Ага, смотрите, тут открылась еще одна дверь. Кстати, пришлось все-таки Хисаем везти, потому что не уверен, выживет ли у меня СОП в этой миссии. И все-таки нужно было тогда уж подготовиться получше. Так, в общем, дверь открылась. И здесь где-то должен быть еще в конце комнаты ключ. Во всяком случае, ладно, в сюжете такого не было, но какое-никакое разнообразие здесь тоже присутствует. Так, славно, в этом коридоре ничего нет. Пошлите дальше. Блин, мне бы патроны к УЗ-шке, кстати, подобрать, на самом деле, к ТЭКу-9. И освещение. Блин, что с освещением вообще здесь происходит? Так, добро пожаловать. И минус еще один солдат. Хорошо. У него, наверное, ключ должен быть. Да, вот здесь он находится. СОП, где ты? Мы уже у входа в центр, говорит капитан Прайс. Тем не менее, СОП молчит, потому что, ну, так по сюжету повелось уже. Идем дальше. В общем, внизу, я так понимаю, ничего интересного нету, потому что метка показывает, что я нахожусь на одном уровне с объектом. Значит, скорее всего, нужно возвращаться в центр управления. Это был ключ. Новые противники, кстати, не появляются в модификации. То есть, убегаешь обратно после чекпоинта, вообще никого нового нету. Одни трупаки, на самом деле. Ладно. Осталось, по идее, ввести коды. Значит, смотри. Теперь, получается, мы возвращаемся обратно. И у нас тут... О! Смотри-ка, капитан Прайс, ГАЗ и ГРИКС. Вот, почему бы и нет? Все уже в полном составе на месте. Так, это у нас командный центр. Очистить территорию от террористов в командном центре. Давай. Только, наверное, надо какое-то оружие другое взять. Блин, у нас тут наши гасят. Подожди. Не потерять бы сейчас никого. Надеюсь, задание на этом не закончится. По идее, наверное, не должно. Еще перезарядочка. Вот видите, если бы не Хистоям, я бы тут точно не выжил. У противников слишком мощное оружие. Соу, быстро отмени запуск ротет. Так, хорошо, ввожу коды. Тык-тык-тык-тык-тык. В общем, да, считай, что ввели. И все, миссия выполнена. Даже финального побега не будет. Ну и такими темпами осталось пройти только финальную миссию. Итак, друзья, двигаемся дальше. И финал данной модификации. Игра окончена. Здесь мы уже будем, видимо, в транспорте находиться. И в конце умер. Убиваем им рана Захаева. Давайте смотреть. Газ горит противник сзади. Нифига себе, мододел постарался. Мистер Блэк Морган, слушай. Хороший ты проект когда-то сделал, на самом деле. Не ожидал, что именно так ты перенесешь финальную погоню на автомобилях. Правда, мне, наверное, нужно было ограничитель кадров включить. Потому что с физикой автомобилей происходит проблема. И за нами уже выехали парни, которые находятся в воздухе. Что с ними происходит? Они даже не пытаются нас остановить. Зато, во всяком случае, вот мы все сидим в автомобиле. Нам хорошо, как говорится. Слушай, да, судя по всему, именно из-за ограничителей кадров у меня такая проблема с авто. Что они сзади не появляются никак. Ну ладно, мы просто за СОП и как бы посидим. Плюсом у нас реально, да, реально М-ка в руках. Ладно. В общем, преследуем неизвестную машину Имрана Захаева, до которого дальше просто нужно будет ликвидировать в этой моде. Так что, друзья мои, если вы не видели предыдущие два ролика с прологом, то есть с захватом корабля, с тренировкой в Кредон Хилле, обязательно посмотрите. Все в подсказках вверху с правой экрана. СОП говорит, стреляй в них. Да, капитан Прайса дает приказ. Но на самом деле, не по кому просто стрелять. Мы не подъезжаем. О, наконец-то. Все. Наконец-то мы можем что-то сделать. Это, кстати, машины полиции сконвертированные. Ну как машины полиции? Это, наверное, бараки ОЛ, скорее всего. Но почему-то с них мигалка идет, сирена. Ладно, неважно. Давайте загасим, что ли. Если у нас получится. Блин, они еще и дамажат. Ведь смотри-ка. Только тут не видно ни одного солдата. Только вон сбоку один выглядывает. Если это он единственный, тогда ладно. Слушай, у нас отряд ездит по кругу. Смотри, сейчас они направо опять повернут, да? Да, они снова направо поворачивают. В общем, здесь в этом моде нужно просто успеть загасить весь транспорт противника. Иначе оно не закончится. Давай, достреливай уже, СОУ. Там уже владение М4 повышено. Поэтому проблем не должно быть так. Отлично. Все, первый ликвидирован. Этого добиваем? Видимо, нет. Вот, и они продолжают свой путь после этого. Да, с физикой проблема возникла. Мне скорее интересно будет посмотреть, как автор модификации воссоздаст именно саму концовку первой Modern Warfare. Так, чекпоинт у нас уже появился. Достаточно было уничтожить только один грузовик. А, взрыв происходит, как только мы достигаем места. Где вертолет? Мы должны выставить подкрепление, говорит. Так, все, да, у нас уже происходит аврал. Центр, говорит, подкрепления не будет. В общем, возможно, местные придут к вам на выручку. Какого и что нам тут застрелиться, что ли, говорит Газ. Но, походу, да, чувак, потому что других вариантов нету. Так, я думаю, вам бы не помешало что-то там, он сказал. В общем, типа, да, оборона закончена. Происходит еще один взрыв. Это взрыв танкера. И теперь... Вот наш раненый Соуп. Он уже готов к убийству имрана Захаева. Прайс валяется около разрушенного автомобиля. А Грикс выходит на середину и его убивают. Да, все по канону, ребят. Все как полагается. Вот появляется сам мистер имран Захаев с двумя телохранителями. И... Кончает с Газом. Блин, офигенно. Слушайте, это все сделал один-единственный мододел. Конечно, выглядит великолепно. Так, далее взрывается вертолет. И убейте имрана Захаева. Да е-мое. Ну, понятно, что лежа Соуп этого не сделает. Поэтому, да, придется делать это все стоя. Это уже канон Сан-Андреса. Все, готово. Заодно обойму всех убил. Приходит сержант Комаров и говорит. Вот они пытаются оживить. Выглядит круто. Создатель Мистер Блэк Морган. Мистер Блэк Морган, спасибо тебе большое за данную модификацию. Это выглядело действительно клево. За все два предыдущих ролика и за этот третий получал удовольствие, выполняя эти самые задания из оригинальной Modern Warfare 1. Вот, дамы и господа, на этом как бы все. Мы сегодня с вами допрошли до конца, спустя, я не знаю, может даже полгода, модификацию Call of Duty 4 Modern Warfare для GTA San Andreas. Акт номер 3. Благодарю всех за просмотр, надеюсь, вы досмотрели данный ролик до конца. Ставьте лайк, если он вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вот впервые видеоролики выходят ежедневно. Дальше будем смотреть на другие модификации. С вами был Спектр. Желаю вам удачного дня. Играйте в хорошие игры, играйте только с хорошими модами. И в GTA роликах, скорее всего, услышимся уже в 2020 году. Поэтому всем пока!